По итогу не было. А ФН закинул ремнант, полетел на базу, сейчас подхиляется, вернется, будет играть через дискорды. Насколько это будет эффективно, посмотрим. Вообще, конечно, в этой встрече, по идее, должно быть эффективно, потому что все герои, мало кто покупает БКБ, так скажем. Даже та же луна не факт, что первым артом себе будет тарить БКБ. То есть там какая-то манта в начале, скорее всего, появится. В миде у нас достаточно большое скопление. Хотят взять Skyros Mage. Кстати, вот против Ганговской, раз мэч, конечно, очень слаб, и убежать ему некуда. Да и тима... Ого! Это уже был перебор, конечно, закидывает столько ремнантов, но ладно. ФН хотел прям на 100% получить фраг для того, чтобы... Так, хосту, хосту, хосту заденойли. Нормально. Батрайдер работает. Если батрайдер успел, то батрайдер мог бы за это поплатиться, то, что он так вот понаглел. Могли бы его и убить. Могли, могли. У Эмбера 17 стиков. У Эмбера, опять же, есть аура от Семки, которая очень даже неплохо помогает ему не проседать по мане. Ну и он просто решил под своим флеймгвардом фармить леса. По сути, неплохое решение. Голду он выносит. Ну и на мид-линии, в принципе, не приходится стягиваться его тиммейтом. А тут пытается преследовать хестеджеротма. Ну, вовремя. Вовремя уязает Чапи свой альтимейт и уходит в фуловенький Т1 товар код сет. К тому же замахивался, но я хотел давать стан, но вот улетел вовремя батрайдер, свыше кучи и пошел фармить лес. Что внизу? Внизу Гостик вместе с мипошкой снова, видимо, готовит какой-то выход с двумя эншелами. Но вот Гостик пока что фармит лес, у него все хорошо. И Эмбер, кстати, фармит лес. Он, правда, сильно проседает по хп, но вроде как пока что еще живет. Фармитация ему особо некуда, потому что реально, как только ты выходишь в мидл, тебя и Скаймак начинает прессовать, и вражеские герои начинают прессовать. А такому Эмбер Спириту долго терпеть нельзя. Ему нужно побыстрее выфармливать свои дискорды. И он понял, что в лесу он выфармит эти дискорды побыстрее. Что касается Нетворсов, уже давай посмотрим. 4000 имеет у нас Вивер топ-1, дальше идет Скайрос Мейдж 3600, 3200 также Эмбер Спирит. То есть Скайрос Мейдж-то на самом деле не так уж сильно это и опережает, потому что вот один ганг был сделан, Эмбер сделал килл, лес немножко подформил, и по итогу выкрутился очень даже легко из этой ситуации. А вот у Луны 3000 Нетворса, отстает от Вивера почти на 1200 голды, на 1100, что не очень приятно, потому что Вивер тоже на начальной стадии очень сильный герой. Сейчас он себе купит Драгон Лэнса и уже будет из себя представлять довольно серьезную угрозу. И играет, кстати говоря, через бутыль. Ну а что, рядом есть руна, которая появляется, почему бы не взять боттл и не заряжать его. Смоуки будет попыточка загангать. Загангать пока, ну вообще предварительно это Вивер будет, да, он наглеет слегка. Посмотри, тут Вивер пытается, да, убить Бэтрайдера, Бэтрайдер сбивает уже несколько себя сворную. А оно будет заюзанно, да, все, сейчас будет Сайланс, и тут, конечно, без шансов для Вивера. Ну, давно пора его прийти загангать, потому что он по Нетворсу уже довольно серьезно вырывается вперед. Ну пока гангали Вивера, есть время для фарма Эмбер Спириту, правда он пока все это время хивился на базе, и Сэмочка тут в миде получает экспириенс. Между прочим, уже шестой левел имеет с половиной, вполне неплохо. Кстати, что там за таланты у Сэмочки? 15% магического резиста, либо 50 урона. Ну, не это, не очень, конечно, таланты. Вот Дарксир умирает на верхней линии, Мепошка хочет уместить, Мепошка закатывается, будет давать Сайланс по Огру, Сайланс будет, не будет. Ультимейт, да, прожал, очень хочет этого Огра забрать, пришел сюда также ФН, ну, реминант один провязал, я так понимаю, ну и получается в итоге все-таки этого толстого персонажа добить. Здесь вполне неплохо, только лишь в миду вот снова проблема, возможно, планируется у Чапи, БиБиКей, закидывает Сайланс, ой-ой-ой, посмотри, как больно Виверу просто с одного прокаста прилетело. Через секундочку уже появится первый скилл, ультимейт есть, но маны не хватает, 9 маны надо, это 3 секунды. Ну да, за 3 секунды здесь Skyverse Мейдж все-таки не сможет, получается, обидеть Чапи. Проблема в том, что пуржанули Вивера, и его мувспит сейчас составляет 100, и как бы в него сейчас через секунду заедет еще один Арканболт под усилением Сэншен Сила, и там как бы кастуется Бим, или докастовался, а нет, Бим уже кастанули. Ну короче, здесь Виверу, а, у него 17 стиков, вот 17 стиков должны, по идее, спасти, да, 17 стиков, наверное, спасут все-таки. Если только не пожалеть Эклипс и понадеяться на то, что он попадет по Виверу, шансы небольшие, но они на самом деле есть. По-другому просто Вивера не убить, с 17 стиками 100%, так что давай, либо рандом с Эклипсом, либо можно дальше даже не пытаться бить Вивера, 17 стиков это слишком много. Да, они поняли, да, они даже не стали его дальше продолжать бить. А у него еще ультимейт был? Ну да, тем более. Выживает. Не любитель играть в казино. Эйс, не любитель. Бончо зверствует, Бончо зверь. Так, а у нас тут что интересного-то нового. Ну, Skyros Match, медовый, это, конечно, круто, но надо очень и очень безошибочно, что ли, с этим героем играть. Потому что одна какая-то там глупая ошибочка, и все то преимущество, которое было набрано Skyros Match, оно, конечно же, они не любили. Залетели, посмотри, как в луну. Да, слишком больно, конечно, по луне заходит демедж, Skyros Match отвечает, тоже неплохо, CM-ка раскистовывает Новый Год, очень много урода CM-ка вносит и продолжает его вносить. Боже, сколько же там дамага влетело, мне интересно посмотреть Fight Recap, но, тем не менее, три игрока команды Empire в таверне и убили только одну луну. Fight Recap... Две с половиной тысячи, это двенадцатая минута, ой-ой-ой-ой. Почти, почти 2600, охренеть. Да, это невероятно много, если бы тиммейты как-то хотя бы чуть-чуть подсобили, то, ну, те же 17 стиков вивер не нажал, потому что, походу, попал под Сайленс и умер. Вот, хотя, блин, Сайленс не было. Ну, ладно, что-то в него точно заюзали, поэтому он не дал, не прожал эти стики. Но по итогу CM-очка сейчас показала, что, ребят, вы как-то это, оставляйте хоть что-то для того, чтобы сбить мою ульту, иначе это, ого-го, как больно. И не забываем о том, что Рубик может своровать эту ульту. Своровать ульту, дать телекинез, к себе поближе подтянуть и при этом кастануть тоже Freezing Field. Нападение на Луну, есть телепорт, Луна дерется на мужика, ну, или на воинственную женщину, не знаю, кому как нравится. Эклипс был прожатый, он ушел никуда, и Эмбер Спирит ушел. Ну, вроде как, легкий развод, в Чапе пошел искать себе жертву, находит Огар Мага, находит Луну, и Луна тут, конечно же, самая главная цель. Еще хорошо врывается Эр Спирит, а Магнетайс у него будет прокастован, жалеет Магнетайс. И правильно делает, потому что, скорее, не жалеет, а экономит, потому что и так убили этих двух персонажей. Странно, потому что видели то, что много героев команды Эмпайр, и почему так беспечно действовали, но, да, непонятно, при том, что дотеканий каких-то не было, да, с телепортов вниз, чтобы сказать, ну, да, у меня за спиной еще три героя, о чем не бояться. И эти странные действия привели к тому, что Эмпайр на халяву сделали два фрага. Ну, да, не самый лучший, конечно же, мув от Cloud9. Ну, что ж, пока что все-таки счет 9-7, и можно посмотреть на графики, мне кажется, там все не так плохо. Да, графики, считай, в нулях, и, по сути, преимущества явного ни у кого не имеется. Ну, вот сейчас попробуют, возможно, имперцы в смоке войти сюда, тут уже и кастуется лассо на Гостика, Гостика будут убивать через ультимейт Бибикея, Бибикея, кастуется Новый Год, и как же больно, Мепошка продолжает гнаться за Луной, Луну, надо пытаться убить, Магнитайз работает, надо закинуть еще одного реминанта, реминанты есть, у Мепошки нет реминантов. Ну, Луна здесь все-таки, скорее всего, сейчас умрет, так же получилось убить Бэтрайдера вместе с... И Шрайнич, Шрайнич, какая тут дуэль, ну, Чапи-то с таймлапсом нормально, Эйс отхилился, теперь желательно, конечно, да, ты можешь бунтосик забрать. Тут реминантов просто не хватает у Эр Спирита, но сейчас будет один, был Сайленс, немножечко не хватило, да, Чапи добивает эту Луну, в итоге мы уже можем смело сказать, что это минус 4, ну и в пользу команды Эмпайр. А, конечно же, тут Новый Год тоже нанес весьма-весьма немало дэмэджа, правда, Эверу нес чуть побольше. Но все равно, как бы, для суппорта 1600 урона, это невероятно много. Такой раз мейч раскастовывается, а ульту свою... А ульта одна секунда кулдауна, в итоге все-таки все равно раскастовала на лоу хп, убить удалось, связан Огромаг, Огромаг пытается убегать, Флэмгуард сбит, фисты имеются в наличии, Бэтрайдер прыгает и не успевает никого поймать. Фэн каким-то непонятным чудом отсюда все-таки убивает, сформу были Рубиком сворованы, заюзанная в ответ, Вивер будет пытаться сейчас забирать Хасту, а у него еще и бутыль нет, Хасту забрать ему не удалось, ее кто-то другой забрал, забрал ее Бэтрайдер. Из-за блинка прыгнул очень шустро. Как-то вот уже вторая руна Хасты, которую Бэтрайдер у Виверта вот так вот из-под носа забирает. Да, да. Ну, одиннадцатый уровень у Скайверс Мега, у него имеется ультималит, пока что видень... Заговорился, заговорился, уже поплавал, пошла. Скайверс Маджай. Скайверс... Скайверс Маг. Просто Скайверс Маг. Обычный. А как же Скайверс Маджай? Огар Маджай, Скайверс Маджай? А, нет, кстати, да, у него же Ай в конце, там, Мэйдж. Ах, ну ладно. Скайверс Мэйдж. Да, Скайверс Мэйдж скоро получит второй уровень ультимейта и теперь сможет кастоваться чуть поболее, ну, с меньшим колдауном. Родов Аталас имеется также у этого персонажа, Би-Би-Кей может цеплять кого-нибудь и в соло убивать Шрита и через ультимейт. Это ультимейт, скоро у него будет с кулдауном 40 секунд. Тут поехал Лосокинер. Ой-ой-ой-ой-ой. Комбинация не получилась совсем немного, потому что Батрайдер там находиться явно не хотел и возил подальше. И в итоге Би-Би-Кей, Би-Би-Кей погибнет, потому что слишком много армора съел Жучок и Вивер наваливает слишком больно. Карлито, воруй, воруй Шукучи, пока не поздно, воруй Шукучи, пока не поздно, воруй Шукучи. Но, к сожалению, Шукучи он так и не своровал, погибает, да его еще и связали. Так что не факт, что там Шукучи спасло бы. Луна пытается прессинговать снизу Тауэр, пользоваться хотя бы как-то тем, что дают ему тиммейты. Это сомнительный спейс в виде фида. Но при этом Тауэр все равно сломать не удается, потому что ее за это сам Глиф. И все хуже и хуже дела начинают обстоять у команды Cloud9. Ну, тяжело, тяжело им играть против Империи. Прям крайне тяжело. Сайлент зависит на Дарксире в миде, пытаются его забрать. Мистик Флэр, да, килл сделал, но выживет ли сам? Нет, к сожалению, для Бэйби Найта. Ты убиваешь Оффлэйнера, но погибаешь сам. В принципе, размин не так уж и плохо. Но Эмбер Спирит-то доволен. Так себе не так плохо, там, 6 тысяч на Творса. Ну да, по сути, на Творса одинаковые, но вот Эмбер Спирит у Фиддит, это уже не очень-то приятно. Эмбер Спирита, кстати, сейчас можно попытаться подцепить. Ременанта у него на сейф нету и 12 секунд вообще до ультимейта. Для того, чтобы поставить себе Ременант, ему нужно еще ждать. Ну, видимо, не знали об этом игроки команды Cloud9, поэтому не пошли за ним дальше. А так, ФН мог бы здесь и отъехать. Чаппи будет пытаться сейчас, возможно, кого-нибудь ловить. Ну нет, нет, просто разошлись здесь с Бэтрайдером. Бэтрайдер даже, по-моему, не увидел Тивер. Ну и что есть у Чаппи? У Чаппи есть Майлштром и Драгонлендс. Довольно-таки неплохие уже артефакты. 19-ая минута, боевой Чаппи. Т1 Тауэр будет коцать? Да, более чем. Да, коцает, судя по всему. Боевой такой вивер позволил себе неплохо продамажить, прижимает снова сформы. Ну и прессинг будет продолжаться. У Дарксира еще есть Микказм, поэтому, в принципе, можно не особо бояться. Ну, самое главное, конечно, таймлапс нажать, потому что если вдруг тебя поймает Бэтрайдер, там можно и отъехать. Огра очень больно продамаживают, убивают практически на халяву. И стоит ли здесь дальше драться, потому что Рубик пока сплит пушит, я не знаю, а он фармит себе на Блингдрагер. Бэтрайдер? У него работает комбинация. Смерть, СМК расхистовал Новый Год, Тарксир, опять же, очень круто поставил стенку-стяжку. И есть такое впечатление, что Клауд Найн, ну, совсем поплыли в этой игре. Ну, они просто как груша для битья уже, 13 на 20 счет. И последние файты. Вот как опять Дота переходит в масс-файты, в игру 5 на 5. Все начинает сыпаться. На стадии лайнинга еще куда не шло. Но вот когда дело доходит именно до таких драк, тем более Skyros Mage уже неоднократно говорил про то, что если вы пикаете в мид Skyros Mage, право на ошибку у вас практически не имеется. Вы должны доминировать на начальной стадии, в мид-гейме и игру заканчивать как можно скорее. Потому что, либо у скаймагов всегда должно быть на порядок больше артефактов, чем у оппонента. Иначе этот герой без эскейпа Билок, с единицей, единица твою дивизию армора, одна единица. Против Вивера с тем же Блайтстоуном и с вормами. Ну, насколько быстро он погибает? Супер быстро умирает. Да он умирает просто от одного прокаста Эмир Спирита, если у него не в кулдауне находится реминант. Уязвим край действительно этот герой. Вот смотри, прилетел Бэтрайдер, Бэтрайдер. Да, скорее всего умрет, даже Лассо вязать не будет. Здесь уже без шансов, конечно же, выживать. Ну, не совсем понятно, почему он там оказался за трейдинг тавером вражеским. И пытался оттуда уйти. Так себе получилось. Ну, возможно, сюда Скай просто прилетел. Они думали, что вместе со Скайм сейчас пойдут убивать. А здесь Скайя пытается искать. И Скайя увидели. Гостика, правда, он вышел, прокастовал. Ну, опять же, хотел разменять себя на Дарксира, но там Глиммер Кейп очень вовремя был заюзан и спас ситуацию. Да, кстати говоря, Глиммер Кейп очень серьезная контра. И, между прочим, так, у нас тут еще небольшая перепалка, убили Луну, и сейчас еще и Карлита отправится в таверну. С появлением Глиммер Кейпа, в общем-то, очень сильно пострадал бедняга Скайрос Мейдж, потому что ты кастуешь свою ульту, ты кастуешь кучу всяких скиллов, а против тебя просто берут один Глиммер Кейп и все, и ничего не поделаешь ты против этого Глиммер Кейпа. Поэтому не настолько популярен этот герой, как на суппорт позиции, так и на корр позициях, потому что слишком легко контрится Глиммером, который достаточно популярен и, в общем-то, не так уж и дорог при покупке. Ну, Чапи будет пушить верхнюю линию, как бы здесь не подстрять. Также попытается, возможно, сейчас прокосать два тавера, к нему уже подтягиваются Дарксир вместе с Эр Спиритом. Ну, сейчас, возможно, Смока забьют и попытаются кого-нибудь выцепить. Тут даже телепорт от кого? От ЦМки, ну и в ближайшее время, видимо, все-таки кто-то из игроков команды Cloud9 будет умирать. Или же просто отдадут тавер, или просто отдадут Т2 тавер на верхней линии и будут стоять на своем хайграунде, ждать захода и пытаться всячески ему помешать. Ну, насколько это получится, что-то как-то под сомнением пока вот это вот помешать сломать Эдва Тауэр. Ну, попробовать, конечно, забрать какого-то другого героя на другой части карты, в принципе, такое желание есть. У того же Эмбер Спирита пока нечем сбить с себя Сайлент. Есть, конечно, Блинк Даггер, и, соответственно, поймать Эмбера довольно сложно, но если поймают, то, по идее, убьют. Но он ушел. Понял, что если оппоненты не дефят топ, и при этом их вообще нигде не видно на карте, значит, они явно пытаются загангать Эмбер Спирита. Вот урона физического вроде не супермного, но за счет того, что есть сформы, они подрежут слегка армор Рошану, да еще и потанкуют на приличное количество тычек. Рошана все-таки забирают. Да, и вот с Айгисом-то уже будет полегче зайти на хайграунд, и предотвратить этот заход, ну, уже будет весьма-весьма проблематично для Клоуд Найн. Вот вышли все-таки с Луной, будут пытаться ломать Т1 Тавр, а также Т2 Тавр могут попробовать сломать. Но вот должны понимать, что скоро у них будет гореть хайграунд уже, и это большая проблема. Это большая проблема, но на хайграунде, конечно, все будет в разы сложнее. Там и под Эклипс нужно постараться не подставиться, там и тот же Батрайдер тебя может увести далеко в этот раз. Очень немало нафармил Батрайдера, у него и Бринг, и Форс, если цапает кого-то, то может увести далеко-далеко, где тиммейки уже не спасут. И тому же Скайра Асмейджу гораздо приятнее быть под своим Тауэром, чтобы там его не особо фокусили и раскидывать свои способности. Короче говоря, дефить на хг здесь прям можно долго, и нужно пытаться как-то выкуривать, лезть на рожон не стоит. Есть, конечно, хорошая инициация от Дарксира, если подставиться хотя бы там вдвоем-втроем, то, понятное дело, нам нужно нападать. Но вот, как мы видим, Скаймак тут... Не, он не убьет. Флэмгвард висит. Не получится пробить весь дэмэдж. Так, и Блинк Даггер был, между прочим, потрачен. Ну, Скайра Асмейджа даже элементарно Блинканит. Он себе пытается сделать линзу, которая, ну, конечно, усилит его, но это совсем мало. То есть, Networx Скайра Асмейджа 6400. Это, ну, саппорт команды Empire. Да, это какой-нибудь Терспирит. У него и то больше на 300 голды. Но Скай все-таки не может тут сильно фармить. Он все-таки к этому не предисположен. Он может зарабатывать именно на убийство героев. Но вот не происходит пока что никаких киллов, никаких выходов от команды Cloud9. Да и, по сути, тут сложновато в кого-то выходить. Тебя просто возьмут и с другой стороны снесут вышку, снесут бараки. Что делает Луна? Эйс пытался пушить верхнюю линию, но здесь уже Эмбер Спирит имеется, и он может такие неприятности сделать для Луны. А тут по подказу заходит на хэкграунд. Вивер попадает под литимейт Скайра Асмейджа, но вот пока что еще живет. Есть у Джиммейт. Читаем лапсится. Ой, хорошо, врыв. Есть сразу же минусует Скайра Асмейдж, но почти минусует, по идее он должен догореть. Также Луна погибает. Два кора в таверне. И что же делать? Ну окей, у Луны есть байбэк, а у Скайра Асмейджа нет байбэка, между прочим. Батрайдер Цепанулки и Дарксира далеко увозят, но он слишком жирный и мекой. Худ должен, по идее, здесь не мог пожить, но все-таки тиммейты его не спасают. Теперь есть шансы отдефить, потому что не было еще стяжки стенки. Без стяжки стенки здесь будет довольно-таки проблематично команде Эмпайр пройти. Причем это очень дорого. Почему? Потому что Луна байбэкнулась. Вот если бы байбэкнулся Скайра Асмейдж, еще ладно, куда не шло. А то, что байбэкается Луна, у которой единственный шанс, это если отфармится Луна и победит. Вот под Ластом, под Райдером, там все дела. Как-то вот что-то попытаться сделать. У команды Эмпайр и Эмбер Фирит будет неплохо вжаривать, и Вивер будет наваливать немало, и даже вот тот же Дарксир, ну очень серьезная боевая мощь. Сейчас просто ждут того же Дарксира и могут продолжать свой пуш. Да, Дарксир прибежит довольно-таки быстро, у нас Сурджа все-таки передвигается весьма-весьма хорошо. Тут Эмбер Спирит разкастовался, как убил Рубена. Не получилось пока что добить Огар Маджаи. Ну и откидывается пока что своими птичками. Би-Би-Кей пытается хоть как-то надамажить, сбить щиток Фену. Ну вот Чапи юзается Сайленс. Есть некоторая попытка для того, чтобы его убить. А вот Хестеджиро там большие проблемы. У него имеется Лассо, но вот убили наконец-таки Огар Маги. И Вивер прожал БКБ, будет убивать Би-Би-Кей. И здесь, скорее всего, уже ничто не поможет команде Клоуд-Найн. Ноэс, конечно, пошел похилился под фонтаном. И Гудгейм прописывает Би-Би-Кей. Что ж, Эмпайр выигрывает 130 тысяч рублей, поздравляем их с победой в этой Бест-Оф-5 серии. 3-0 счет. Ну, что скажешь? Ну, скажу то, что Эмпайр заслуженно победили. То есть, только одну серию Бо-3 играли Клоуд-Найн. Они не были супер уставшими. То есть, нельзя здесь как-то отмазаться. Вполне-вполне честное противостояние. Имперцы в этой встрече... Ну, когда ты выигрываешь 3-0, причем стабильно все три карты, без каких-то там шероховатостей и диких камбэков, это говорит о том, что Имперцы на уровень выше. И они целиком и полностью заслужили победу. Взяли топ-1. Молодцы. Ну, а также поздравляем Клоуд-Найн. Потому что они сегодня взяли топ-1 Омин Дота-2 Капа. Тоже заработали свои деньги. Так что они более чем довольны. Сейчас пойдут праздновать со своей командой победу. Ну, и имперцы, в принципе, не могу сказать, что там будут сейчас что-то праздновать, но всегда приятненько. И потренировались, и что-то потестили. И при этом еще и... 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 И...